шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе торы ба а лодха в ней дорогие друзья объясняются правила зажигания храмового светильника семисвечника миноры глава рассказывает о подготовке леви им к работе в храме мы узнаем подробности о порядке движения народа по пустыне и о том где располагались при этом леви им которые несли принадлежности мешкану в главе дорогие друзья приведены заповеди праздника пейсах там же сообщается что в стане возникло недовольство его истинной причиной было желание сойти с путей предначертанных всевышним а предлогом была усталость воспоминания о якобы благополучной жизни в египте глава также описывает как всевышний покарал нечестивцев именно тем что удовлетворил их прихоти конец главы рассказывает о прегрешении мирьям сестры маше и аарона и о наказании которому всевышний ее подверг напрашивается вопрос дорогие друзья что символизирует минора и процесс ее зажигание и какой пример для нас несет в себе это служение аарона давайте попробуем разобраться дорогие друзья начнем мы с вами с того что арон был известен своей любовью ко всем творениям в перке а вот 2 12 приводится наставление гилеля учись у арона цени мир и стремись к миру люби ближних своих и приближай их к торе арон шел по словам гилеля к ближним своим то есть ко всем и также к тем у кого нет никакой иной заслуги кроме той что они являются творениями всевышним и тем не менее он приближал их к торе они приближал тору к ним он не упрощал не шел на компромиссы с требованиями торы опуская ее на уровень этих людей арон не снижал тору он возвышал людей светильники миноры в храме символизирует человеческую душу свеча господа душа человеческая так написано в притчах и 7 ветвей миноры альцетворяют собой 7 типов этой души задача арона была возвысить каждую душу выявить божественное заключенное в каждом человеке и скрытое в его подсознание мудрецы пытались объяснить почему в приведенном стихе торы использовала слово баалут ха возвышать вместо более очевидного зажигать например или освещать и они пришли к выводу что стих этот означает что арон должен был зажигать светильники до тех пор пока пламя не начнет подниматься самостоятельно то есть духовным достижением ароня было не только то что он воспламенял души это что он поднимал их на такой уровень когда они сами начинали светить и светиться он не просто обзаводился учениками которые за висели от его вдохновения но прививал им любовь к богу который они могли поддерживать уже без его помощь минора в храме имела 7 ветвей олицетворявших 7 типов души как мы сказали и вот они есть люди которые служат богу своими своей любовью и добротой хэс и служение некоторых в их страхе и строгости это гура если такие кто синтезирует и то и другое это тифер всего существует как мы сказали 7 путей служения богу и каждый человек идет по одному из них соответствующему его личному призванию но общее у этих пути и дно все они исполнены огня торы в них пламя любви и свет правды которые освещают святилище изнутри и оттуда озаряют весь мир у храма была существенная особенность его окна были широкими и узкими одновременно о чем мудрецы говорят они были широкими снаружи и узкими изнутри ибо я бог не нуждаюсь свете так написано в талмуде храм был построен так что зажжено в нем освещалась весь окружающий мир источником этого света были светильники души людей и хотя каждая из душ уникально и обладает своими особыми талантами необходимыми для сужения именно этого человека все они объединены тем что являются источниками света многие из нас дорогие друзья встав на путь духовности делают ошибку считая что теперь надо отбросить все связано с физическим миром но тогда зачем мы здесь когда мы говорим что духовность находится над материей то речь идет о том что мы должны возвыситься над собой духовная работа это подъем над эгоизмом и выбор в пользу бескорыстий нам нужно стать выше осуждения и быть милосердными за значит подняться к лучшей версии себя с каждым шагом оказываясь на ступеньки выше в пейсах мы используем физическую трапезу седр чтобы дотянуться до бины достичь абсолютной духовной свободы шавод мы используем физическую тору чтобы прикоснуться к свету бессмертия это касается не только праздников но и других дней мы раскрываем дорогие друзья величайший невероятный свет с помощью наших физических действий это происходит когда мы делим еду с друзьями делаем кедуш помогаем бездомным обнимаем друг друга и дарим нашим детям улыбку жить духовной жизнью значит нести духовность в каждый аспект нашего физического существования глава этой неделе как мы уже сказали называется баалут х означает подняться выше простые действия дорогие друзья которые делает физический мир лучше поднимают нас над нами прежними и таким образом возвышают весь мир в этом общая цель жизненных усилий каждого из нас принести свет торы в мир средства могут быть разными одни достигают этого благодаря строгости другие благодаря любви но для тех или других кто избрал путь любви цели и средства совпадают их свет их цель это свет а способ застижения тоже свет таков был путь арона любим мир стряпись к миру люби любить людей приближай их торы этот путь должен быть примером для всех нас выбирайте правильный путь и улучшайте себя этого я нам всем и желаю браха вацлаха всяческих благ будьте здоровы шаббат шалом ваш раввин каплан